Привет, ребята. Сегодня будем слушать версию, в общем, кавер от Радио Тапак, а на песню Саботонов это «Ват» и обратно. Я передаю еще привет, знаете, и благодарность большую анониму за его донат. Спасибо вам большое. Вы до сих пор присылаете помощь мне. В общем, помаленечку, по чуть-чуть, но мы собираем на новый протез. Да не на новый, вновь. У меня сейчас это все впервые, поэтому тут нового ничего нет. У меня только не начали меня покидать. Умные зубы покидают дурной рот. Ну что, давайте послушаем версию Олега на ад, то есть в ад и обратно. Слушаем. Что-то типа варится в каком-то котле, не пойму. Ну сейчас подойдем. Так, солдаты. Между прочим, так, на фронте. Не дойдет. Все вот эти вот из кинофильмов. Я уже смотрела. Он бравый солдат, тон отважен и смел. Он брошен был бой в куче сложенных дел. И словно помеченный знаком богов, Шел в первых рядах, устрашая врагов. И если бы... Противотанк, блядь. Воссиял над такими, как он. Этот свет слепил бы все... Расшедших весь этот ад. Где стоят кресты в полях, Где сотни солдат в анкопах не спят, Там, где таятся в смерти страх, Так смело живой сквозь ад и домой. Придет ли домой? Но здесь лежать со свинцом, Да пусть повезет хоть упасть вниз лицом. На мягкую землю, отправившись в рай, В бою так проще сказать им прощай. И если бы свет Воссиял над такими, как он, Этот свет слепил бы все... Расшедших весь этот ад. Где стоят кресты в полях, Где сотни солдат в анкопах не спят, Там, где таятся в смерти страх, Так смело живой сквозь ад и домой. Ребят, знаете че? Мне сейчас как-то показалось, Что за кресты стоят? Там в окопах солдаты не спят. А вот я как поняла, Не то, что кресты погибших, А кресты фашистов кресты. О, я сейчас посмотрел, Вон их сколько на танках-то нарисован крестов-то. Вот я сейчас-то это усекла, Потому что увидала, Чего тут показываю. А я вначале врубил, Где же там кресты-то стоят, В смысле могильные-то? А это на танках кресты, Фашистские то есть. А в ад и обратно, я так понимаю, В ад, а да, Это типа на войну. Я уже потом с войны, Победители обратно. О, милые мои, Да к ним всем еще придется Обратно-то вернуться. В ад-то быстрее попасть, Чем домой. Ну, дальше смотрим. Об этих сражениях Готов я рассказать О всех тех, О ком ты должен знать. Где обитает смерть, Где убивает страх, Они все еще там и приходят во снах. Субтитры сделал DimaTorzok Видя, как стоят кресты в полях, Где сотни солдат в лакопах и спят, Там, где таятся в смерти страх, Он бросился бой сквозь ад и домой. Всем пшп, с вами Радио Тапок. Подписывайся на мой канал и группу ВКонтакте, А еще и... Субтитры сделал DimaTorzok Чего, я же с дрогом, Что там случилось? Ой, мать моя. Да ты что, Олег, стал как... В конце это дело страшное, Я прям без драги... А вдруг сердце-то становится у меня, То соображай маленько, Ну, разве можно старушку-то Дряхлую пугать? Так. Ну, чё, ребята, чё я могу сейчас сказать? Война, это и есть война. Танки, сражения, кровь, ранения, Страх, между прочим, я извиняюсь, Страх всегда присутствует во время, Во время вот этой бойни. Он всегда, в каждом солдате есть. Но только, знаете чё, Мы свой страх пересиливаем, Побеждаем и чухаем вперед. Вот, как говорится, русская... Весь такая есть. Где про бой с ней пройдет, И какой-то еще транспорт не промчится, Русский на пузе проползет, И ничего с ним не случится. Песня такая есть. Вот помню, вот, Где я ее слыхала? Или из кинофильмы какого-то, Или чего-то. Ну, вот это мне вот отложилось в голову, Что мы и боимся, но все равно прем, прем, прем. Ну, в принципе, знаете чё, Это я не только про русских говорю, Потому что вот сейчас вот показывают отдельный сюжет. Там ведь не только русские были, Там и казахи, вот, и, ну, все. Я еще раз повторяю. Все, вся, все республики были, Что раньше входили в наш Советский Союз. Все участвовали, буквально все, все. И белорусы, украинцы, еще раз повторяю. Ну, все-все якуты, и бог его знает, и все, и грузины, и армяне. Поэтому я не восхваляю только нас, русских. Нет, кто участвовал в боях, тот это прекрасно знает. Да уж таких-то чайпадей не осталось, Кто именно участвовал. Все уж они лежат, царствие ему небесное. Остались мы одни их дети и их внуки. Ну, и теперь, естественно, правнуки. Ну, правнуки очень мало знают. Вот если мы им не будем рассказывать, То правнуки вообще не будут ничего знать. Вот желательно, чтобы наши дети рассказывали, Потому что дети-то ходили к нашим отцам, То есть к дедам своим, которые действительно воевали, Которые действительно все своими лично глазками видели. Вот если дети наши, мои, Не будут рассказывать моим внукам, То они знать ничего не будут. А вот если будут рассказывать, Потому что они лично слыхали от своих дедов Все, что с ними случилось, что с ними были, как вся эта война началась, как они воевали, какие эпизоды там были. Страх везде всегда присутствовал. А знаете, для чего надо рассказывать? Потому что ведь в каждой семье не было такой семьи в Советском Союзе, чтобы кто-то не участвовал в войне, кто-то не был на фронте. Все семьи буквально. Это же есть только одинокие бабушки, старушки жилетние. У них, естественно, никого не было. А так, каждую семью коснулась война. И поэтому, если мы не будем, наши дети не будут своим детям рассказывать, то это бессмыслице будет. Бессмысленно, что воевали, и чтобы не было больше вот этого на свете, на нашем шарике, не было вот этих войн. Буквально никаких, ни в одной стране. Нигде. Вот вы знаете, что? Вот давайте сравним так. Вот животное, ну, кого же. Давайте собаку возьмем. Вот она подошлась. Она лезет, лезет к огню. Она обожглась. Подошла к огню, обожглась. И все. Рефлекс выработался. Она уже больше к этому огню не подойдет, рожу туда не сунет. Поэтому и мы тоже. Если мы будем знать, что это такое, вернее, наши внуки, дети, то на земле этого безобразия больше не будет. Вот поэтому и надо знать историю, надо знать все буквально всем, всем, всем. А вот кто не знает, и кому вот эту правду не говорят, те и переписывают, те и перевирают нашу историю. Вот, а кто не знает эту историю, потом себе и клеит на машину всякую хрень, повторим, и не повторим. А вот ты сначала сходи, да повтори, и погляди им какой ты герой. А вот повторять-то не надо. Ни за что не надо. Жизнь, она короткая у нас, я еще раз говорю, жизнь дается в один раз прожить. Все. Нас больше не будет, если мы уже, нас убьют или мы там умрем. Мы уже никогда в других детях, в другом человеке, мы, ты не повторимся. Я не повторюсь. Я родила своего сына. У него своя судьба, своя история, свой характер. Все свое. Мою жизнь он не проживет. И не повторит мою жизнь. Он свою будет. Проживает. И поэтому, я еще раз говорю, нам не нужна война. Пусть это может звучать так, знаешь, пафосно, но не нужна она. Ни на хрена она вообще никому она не нужна. Ни нам, ни вам, ни другим странам, ни другим народам. Ну а песня мне понравилась. Вообще Олега музыка такая, понимаете, патриотичная какая-то такая. Она типа и, как и вроде бы, переходит и в рок. И в то же время она такая, знаете, патриотичная. Я еще раз еще скажу. Ну это естественно. Под веселую музыку хорошо его идти. Под грустную не побежишь. Это ясно. Но у него ритмично. Прекрасно получается. Особенно где это вот, ну, проигрыш такой. Где вот соло на гитаре. Там все так звучит. Аж сердце замирает. Аж воздуха не хватает, если по сути дела. Музыка отличная. Он хорошую музыку придумывает. Ну, вообще-то он, если так по сути сказать, не придумывает. Он просто перепевает. Хотел сказать перепевает. Песню, основу песню. Перепевать. А не певать. Ну, в общем, вы меня поняли, ребят. Я так думаю, да. Так что давайте-ка мы не будем геройствовать поза... Ну, зря. Ребят, еще раз кину клич. Кто смотрит меня из Нижнего Новгорода. Вы вот все пишите мне. Сделай кавер, сделай. Да его сразу-то не сделаешь. Мне надо сначала найти, вот, поблизости, студию звукозаписи. Я-то встали уже так, ну, что ты не жесток. Ты давай, даешь кавер. Да как я вам его дам? Надо сначала, вот, если есть кто в этом, в Нижнем Новгороде, помогите мне со звукозаписью-то вот этой, со студией. Мне ведь надо ее, песню-то записать, и потом, чтобы ее свели. И потом ведь мне надо еще и клип отснять. Ведь так-то сразу вот ее где-то вот не пропоешь, а клип, чтобы был. Если все будет хорошо, ну, я быстренько со всеми свяжусь, и все это у меня получится. То в конце месяца. Ну, что, теперь, что я могу сказать? Все, я свое мнение, реакцию сделала, свое мнение высказала. А теперь жду от вас комментариев, подписок, лайков. Ну, давайте все, до новых встреч. Пока.